Идем с Мелешкой в бассейн. Да, она говорит, что мамочка очень красивая. Нет? А, это у нас сегодня... Что ты там высматриваешь? Она кота смотрит. Я думала, что она мне комплимент делает. Она моему фотоаппарату. Знаете, такое чувство... Какие красивые вот эти голубые цветы. Такое чувство, что-то забыла. Вроде все собиралось. Подожди, Миленочка, подожди. Здесь аккуратно, потому что машина может уехать. И ты ее не заметишь. Девки, ну насмешили сегодня меня, конечно. Я вот когда читаю, когда говорят, что в 40 лет в вашем преклонном возрасте ой, ну не могу я. Честно, неужели кто-то думает, что в 40 лет ты уже все бабка старая? Я когда вот... Честно говоря, даже не понимаю. Зачем такую чушь и муть писать? Про возраст, про старость. В 40 лет, как Москва слезам не верит. Или после, даже 40, жизнь только начинается. Ой, а кто-то пишет, что все, старость пришла. И как же я себя в такие... Вы далеко не молодая девушка или женщина, не помню, написали. Да как же недалеко. Наоборот, совсем рядом и очень даже молодая. Молодая мама. Вон у меня какой замечательный молодой ребенок. Молодая бабушка. У меня две внучки. В мои 40 лет. Так что все прекрасно, девочки. Ну неужели такие пессимистки? Неужели вы себя сами в свои 40 лет или в 42, в 45, даже в 50 и в 60 в бабуле записываете? Ой, как-то грустно. Вот когда читаешь такие комменты, думаешь, или хотят насолить, подколоть. Но это полбеды. Мне пофиг, потому что я знаю, сколько мне лет. И я не считаю, что в 40 лет ты старуха. Пугает другое. Может быть, люди реально так думают, что все, 40 лет и ты бабушка. И сами себя записывают. Одевают цветастые блузы и непонятного фасона платья. Ну ладно, будем надеяться, что просто подколоть хотели. Да, кошка забежала в окошко. Милеша моя развлекается. Сегодня дурдом в бассейне. Смотрите, сколько людей, сколько детей вообще. И самое обидное, сегодня очень жарко. В общем, уже с утра, сейчас 10 часов всего. И с утра уже температура плюс 26. А вода в бассейне в маленьком плюс 29, в большом 28. В общем, когда заходишь в воду, такое ощущение, что ты попадаешь в ванную, а не охлаждаться с водой. Ой, девчонки, какой аромат от нового парфюма. Вообще передать не могу. Нужно будет посмотреть композицию и, как обещала, расскажу, покажу, что же я купила. Девочки, как я довольна, что я не купила третий абонемент в бассейн. В общем, только что мы вернулись. Помылись, покупались. Я волосы не мыла, душ приняла. В общем, это дурдом, короче говоря. Слушайте, пришли мы с утра, видели, что там творилось. В общем, людей было столько, что плавать, купаться, естественно, было невозможно. И где-то в полдвенадцатого деток из... Сегодня были ясли, сегодня была младшая группа. И сегодня была начальная школа. В общем, три категории деток было. Все, в принципе, было закрыто, забито. И места не было. Вот, смотрите. Сейчас немножко давайте, пока я волосы расчесала, спрашивали, как шампунь. Даже сейчас, вот невооруженным глазом, и как бы после душа они не уложены, но структура волос очень заметно поменялась. Ладно, ну это те, кто про шампунь спрашивал. Что-то я потом забуду сказать. И что вы думаете? Как только, значит, детки все ушли, люди, значит, на обед, кто наоборот стал приходить, кто наоборот ушел. Ну, в общем, среди взрослых то же самое количество людей осталось. И тут вдруг находят в бассейне мертвую тушку животного. Так я и не поняла, кто там был. То ли мышка, то ли кошечка, то ли, не знаю, сурок какой-то. Потому что там недалеко от бассейна у нас проходят эти дачи есть и не проходят, а как они называются, господи, посаженные виноградники. Естественно, в таких местах там всякие грызуны бегают. Ну, то ли этот грызун сам туда попал, то ли кто-то его взял, подкинул, не знаю, никто не знает. Естественно, всех из бассейна выгнали, из большого. Бассейн закрыли, животное это вытащили. И что вы думаете? Люди стали возмущаться. Вот они пришли, ну, мы сколько? Мы побыли где-то полтора часа. За эти полтора часа я смогла зайти в воду буквально поплавать. Минут, наверное, 10, не больше. Ой, смешно, так белая тачковка, руки под глазами. И, ну, я не наплавалась, я не накупалась. Миленко, конечно, ей больше повезло, но детям они пофигу. Они даже и солдатиками там стоят в этом бассейне. Я, почему я плачу? За то, чтобы плавать, ходить, а не сидеть возле воды. Сидеть возле воды я могу бесплатно пойти на берег речушки какой-то и посидеть. Мне нужно плавать. И люди, естественно, стали возмущаться, что верните нам деньги, потому что заплачено за билет, а ты, ну, что ты можешь? В детском бассейне, где максимальная глубина 90 сантиметров, и он маленький, вы же видели, он крошечный. И вы знаете, что никому ничего не вернули. Они вывесили объявление, что в связи с дезинфекцией большой бассейн будет закрыт. Ни даты, когда это все откроется, неизвестно ничего. И, в общем, вот так вот люди психанули, поуходили. Мы задержались, сколько мы еще часик, наверное, побыли, потому что Миленкина подружка пришла, они там плавали, купались. Ну, думаю, ребенок пусть развлекается. И я, как этот самый, тут, знаете, сяду в водичку, вынырну, сяду, вынырну. Ну, в общем, что попало. Хорошо, что я не купила. Иначе бы вот взяла бы еще, как раз, думаю, я так подсчитала, думаю, как раз куплю. И мы же каждый день ходим. И посмотрела по погоде, погода классная, дождя не предвидится. И думаю, как раз нам на 10 посещений можно купить абонемент. А потом думаю, ой, ну, кто его знает, успею, не успею. Перед дорогой нужно и какие-то покупки сделать, и все подготовить, и дом помыть, и счета все заплатить, все проверить. Ну, сами понимаете, когда ты уезжаешь в отпуск, то есть очень много дел, которые нужно перед отпуском сделать. Я как-то думаю, да ладно, доходим по старому абонементу. Там, ну, в принципе, разница небольшая. Сколько одно посещение бесплатно получается, если 10 берешь, то одно у тебя бесплатно. Единственное, что мне нравится, как бы скидка небольшая, что мне нравится, что когда ты даешь талончик, то тебе не нужно торчать там, ждать пока. Потому что, знаете, как люди приходят, они берут корзинку, ну, с плечиками, с вешалкой, там, для обуви, идут с этой корзинкой в раздевалку, и очередь стоит вся, ждет, пока человек переоденется, и принесет эту корзинку, и то только тогда она начинает обслуживать следующего посетителя. А когда у тебя вот эти вот тики, ну, билеты, абонемент, мы отрываем, один детский, один взрослый, и шуруем без. Потому что я никогда эту корзинку не беру, и уже мы недалеко от бассейна живем, и я уже прихожу в купальники, а уже когда домой идем, мы, естественно, переодеваемся в кабинке. И так что вот такая вот у нас фигня, и я, конечно, ну, не знаю я, это не дело. Первое, что мне не нравится, это когда ты покупаешь, вот, если ты приходишь с утра, ты можешь там торчать до вечера за эти 2.50, но если ты вышел, вот, на обед, ты пришел, поплавал час, и я бы, мне бы очень нравилось, потому что я бы пришла бы, поплавала на открытие час, потом бы вернулась бы за Миленкой, взяла бы Миленку, или после обеда бы вечером на 2 часика. А так нет, второй раз, вот, когда мы идем, мы снова отрываем наши вот эти вот билетики, и получается, что не один день за один день ты платишь, а только за одно посещение. Вот это, конечно, неудобно. Ну, и, не знаю я, я считаю, что нужно было, ну, не аннулировать, а как-то на вот этих, у кого билеты, ну, они же там те, которые даже приходят, которые платят на один вход, там же дают вот этот текей, нужно было какой-то штамп поставить, что на завтра можно было прийти. Ну, в общем, вот это, конечно, это не вина посетителей, как, по-моему, это же не мы ее кинули, вот эту вот зверенцию. Ну, в общем, в общем, сегодня у нас не очень удачный поход в бассейн был. Вообще, вот, знаете, девочки, вот я заметила, начинается черная полоса так, так, мне аж страшно, потому что ехать, и мне, конечно, не хочется, когда у меня начинает что-то ломаться, когда у меня начинает что-то вот так вот одно за другим, и я не рассказываю все, потому что, ну, нафиг вам надо то, что у меня происходит, какие-то такие мелкие неприятности с этой, да, кстати, купили мы кофемашину, должна завтра прийти, заплатили экспресс-доставку, недорого, допомните, по сравнению с машиной, с машиной вообще я так не кстати, очень не кстати, это поломка, когда, ну, вообще, когда что ломается, не кстати, но если это стоит там недорого, то это не так важно, ну, когда это очень большая сумма денег. Конечно, можно было бы подождать, вернуться с отпуска, подкопить и так далее, но тогда бы не было скидок, в общем, тогда мы бы больше тысячи евро заплатили бы за эту, за эту красавицу, ну, не знаю, посмотрим, там даже можно будет этот, как это, ой, что-то у меня вот, я не знаю, наверное, я на солнце переигрываюсь после бассейна, потому что заметила, когда я начинаю что-то снимать после душа, вот пришли мы, покупались, там маски делают, то я тут какое-то слово скажу, какое-то мне девочки написали, какое-то слово я сказала, боже, я когда, думаю, что они мне пишут, что-то непонятное такое, то думаю, это же, наверное, я такое ляпнула, посмотрела видео, действительно, такое, знаете, вот даже специально не придумаешь, я не помню уже, что это за слово, но это было, я когда послушала, думаю, боже, откуда вообще в моей голове взялось, ну, ладно, в общем, в этой машине можно программировать на каждого члена семьи кофе, на 4 человека, и на каждого ты можешь 10 напитков запрограммировать, и потом только подходишь, нажимаешь, так раз я приду, так раз нажала, и все мои напитки, кофе, там, капучино, эспрессо, что это, латте и так далее, ну, в общем, макиято, там, все можно делать, в общем, посмотрим, ну, удовольствие, не просто не из дешевых, а очень дорогое, ребята, очень дорогое, ладно, давайте вот сейчас забуду, покажу, что я купила из косметики, в общем, у меня два парня в доме, и мальчиков, знаете, как тут двое детей, и покупаешь одинаково, я внучкам всегда одинаковые, внучки и дочки покупаю, одинаковое все, и мужу и сыну тоже купила два дезика, вот, смотрите, понравился так мне аромат, очень приятный, и тем более у них этот есть, и у того, и у другого, только я не помню, вот, Хьюго Босс, но я не помню, у них The Sand, да, они им пользуются, ну, ничего, это тоже приятное, потом, девочки, по, на парфюме отдельное будет видео, ничего не буду, я сейчас в ванной их вам показывать, потом у консультанта мне посоветовала, я купила вот такой тушь, тушь Maybelline, не знаю, не пробовала еще вот, сейчас думаю, пока я здесь разберусь, вот, смотрите, какая кисточка, такая, вроде бы как пушистенькая, и, ну, в общем, интересно, она говорит, красит реснички очень хорошо, и такая вот, насыщенная, черная, и крем, вот, кремом попользовалась, я уже, девочки, советую, наверное, это лучший крем под глаза, который у меня когда-либо был, и, надеюсь, хорошо видно, что вы зафиксируете, в общем, крем с лифтинг эффектом для, вот, вокруг глаз, кожи вокруг глаз и вот над верхней губой, потому что, когда мы разговариваем, вот, я знаю, многие женщины, которые курят, и вот складываются вот здесь вот какие-то такие морщинки, и вот этот вот крем она мне посоветовала, итальянский он, изготовлено в Италии, и она мне посоветовала и говорит, вообще, супер, супер просто с лифтингом, в общем, под глазки наносим и на верхнюю губу. Так, ладно, девочки, пойду я освобождать место на кухне, помою столы, потому что завтра должны привезти эту машину, и нужно старую убрать, чтобы уже все было готово, и подготовить место для новенькой. Ну, в общем, смотрите, не знаю, по-моему, волосы заметно улучшились, и они какие-то такие, вот знаете, на ощупь лучше стали, так что, вот видите, я очень скептически отнеслась к тому, когда мне советовали этот керастаз, мне высоветовали девчонки, парикмахер советовала, и когда я пришла, думаю, это не просто с меня сотню хотят взять, а шампунь, чем он может помогать, но тем не менее, в общем, как выглядят мои волосы, мне сейчас нравится. Ладно, мои лапочки, пошла я, подготовлю место для машинки, и когда получу машинку, конечно же, я хвостану, потому что, ну, вещь хорошая, я знаю, что многие из вас кофе любят, и, естественно, такой обзор, а вообще не знаю, может он не нужен никому, напишите мне, пожалуйста, в комментах, показывать эту машину или нет, или просто наслаждаться вкусным кофе. Все, девочки, давайте все, пока-пока, и до встречи!